28 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении в регионе масочного режима. Документ предусматривает ношение средств индивидуальной защиты при посещении магазинов, аптек, учреждений органов власти, банков, а также во время поездок в общественном транспорте. Изначально документ носил рекомендательный характер, однако после случая массового гуляния в Новосибирске требования ужесточились. Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области пока остается сложной. На прошлой неделе ежедневная статистика новых случаев заболеваний COVID-19 по-прежнему показывала рост. В Искитимском районе, как и во всем регионе, масочный режим ужесточен. Общественный транспорт под особым контролем, ведь во время поездки люди длительное время находятся вместе. Василий Лушников работает на маршруте Искитим-Степной. Рейс в одну сторону длится 40 минут. Пассажиры все в масках, никто не возмущается. При входе сразу одевают, там в деревню приезжаешь, они одеваются, маски все как положено. Уже стоят на остановке в масках. А Любовь Николаевне приходится ездить в автобусе несколько раз в месяц, в основном в больницу. Маска всегда при ней. Ну если надо, конечно, тяжело не тяжело, а нужно. Это обязательно надо. Я понимаю, что это… Я боюсь даже, чтобы не заразиться. Пока статистика по коронавирусу остается напряженной, расслабляться рано. Поэтому почти каждый день руководство пассажирского автопредприятия проводит проверки соблюдения масочного режима. Здравствуйте. Как у вас масочный режим соблюдается, пассажиры? Да, все в масках. Все в масках? Все в масках. А без масок не рассчитываю никого. Хорошо. Ладно, счастливого пути. Водитель ежедневно получает инструктаж от медика. Медик не выпустит его на линию, если у него не будет перчаток и маски, и моющего средства. У них бутылочка-полторашка. Это чтобы в салон, чтобы ручки притереть. Федор Богатов подчеркнул, что на его предприятии по-прежнему строго соблюдаются все меры санитарной безопасности. И прежде всего потому, чтобы весь коллектив был здоров и работоспособен. Спасибо. Спасибо.